2 миллиарда рублей. Именно столько бюджет России получил доходов от туризма на особо охраняемых природных территориях. Для сравнения, доход по аналогичной статье, например, в Канаде в 100 раз больше. Эксперты отмечают, большая часть внутреннего турпотока распределена между двумя рекреационными зонами. Сочинским национальным парком и Кавказским национальным заповедником. Как открыть остальные регионы для массового туриста, обсуждают сегодня участники теле-экофестиваля «Территория завтра». Всестороннюю, с привлечением власти, экспертов, заинтересованной общественности, обсудить, в каком направлении должно развиваться нормативно-правовое регулирование. Какие условия, экономические стимулы необходимо создавать для того, чтобы привлекать инвесторов, использующих собственные или заемные, но не бюджетные деньги для активизации рекреационной деятельности. При этом все участники фестиваля, как один, говорят, сначала турпоток надо правильно организовать. Так, в правительстве России сегодня обсуждается введение такого термина, как емкость или пропускная способность туристических зон. Особую обеспокоенность у экологов вызывает жемчужина Сибири-Байкал. За год его берега посетили около трех миллионов туристов. В следующем году ожидается уже пять миллионов. В природе пора уже призакрыть двери и окна, потому что на самом деле, первое, идет довольно сильный интенсивный туристический поток на особо охраняемой природной территории. Второе, о чем говорят сейчас ученые? Они говорят о том, что сложилась такая ситуация, которой еще даже не было в 90-е годы, что бизнес очень цинично сейчас ведет себя в отношении особо охраняемых природных территорий. Фестиваль проходит уже в седьмой раз. В этом году в нем участвуют журналисты, экологи и ученые из 11 стран, а также из 31 региона России. Все гости примут участие в акции по зарыблению Волги. Также в рамках фестиваля жюри рассмотрят более 300 работ тележурналистов. В финал вышел и материал ГТРК Нижний Новгород об экологической акции в парке Швейцария. Победители станут известны в пятницу. Владимир Базов, Дмитрий Климаков, Мария Полушкина, Вести, Приволжье.